Добро пожаловать в инфосферу! Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Семь пехопатов 2012 года Непутёвый писатель потерял вдохновение и никак не может справиться с новым сценарием. В воле случая он оказывается втянутым в похищение собаки, затеянное его эксцентричными дружками. Выясняется, что украденное животное – любимый пёс главного местного гангстера, которому ничего не стоит в два счёта вычислить и уничтожить оболтусов. Залежь на дно в брюге После того, как наёмные убийцы Рэй и Кен запороли в Лондоне важное задание, их злобный шеф Гарри приказывает им отправиться в брюге и не высовываться. Оказавшись в старинном бельгийском городке, Рэй от нечего делать флиртует с местной красоткой, пока Кен наслаждается жизнью и неожиданным отпуском. Кажется, ничто не предвещает беду в спокойном городе. Карты «Деньги. Два ствола» 1998 года Четверо молодых парней накопили каждые по 25 тысяч фунтов, чтобы один из них мог сыграть в карты с опытным шулером и матёрым преступником, известным по кличке Гарри Топор. Парень в итоге проиграл 500 тысяч. На уплату долга ему дали неделю. В противном случае и ему, и его спонсорам каждый день будут отрубать по пальцу, а потом... Чтобы выйти из положения, ребята решили ограбить бандитов, решивших ограбить трёх ботаников, выращивающих марихуану для местного наркобарона. Но на этом приключения четвёрки не заканчиваются. Грязь 2013 года Главный герой – продажный шотландский полицейский Брюс Робинстон, помешанный на сексе и кокаине. Ему бы надо расследовать убийство, но ему сильно мешают собственные странности. Привычка разыгрывать коллег и боготня за девушками. За Робертсоном присматривает его напарник Рэй Ленокс и начальник Боб Туал. Покрутые легавые Главный лондонский полицейский, констебль Николас Эйнджел, переведён из города в тихий сельский городок Сэнтфорд. Он пытается привыкнуть к этой мирной и, на первый взгляд, лишённой преступности жизни, а также к туповатому напарнику Дэнни Баттерману. Однако серия ужасных происшествий потрясает городок, заставляя Эйнджела убедиться в том, что Сэнтфорд совсем не такой, каким кажется на первый взгляд. Мечты Дэнни о бурной и взрывоопасной, полной стрельбе и погонями жизни становятся всё более и более реальными. Настало время для провинциальных полицейских вершить правосудие больших городов. Большой куш. Четырёхпалый Фрэнки должен был переправить краденый алмаз из Англии в США к своему боссу Эви. Но вместо этого наш герой попадает в эпицентр больших неприятностей. Сделав ставку на подпольном боксёрском поединке, Фрэнки попадает в круговорот весьма нежелательных событий. Вокруг героя и его груза разворачивается сложная интрига с участием множества колоритных персонажей лондонского дна. Русского гангстера, троих незадачливых грабителей, хитрого боксёра и угрюмого громилы грозного мафиози. Каждый норовит в одиночку сорвать большой куш. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова